Привет, Страж! Ты на канале Трипл Вайп, на связи Джонни Лейни, и это чуть ли не самое долгожданное видео на канале. Тактика на последний этап рейда со спасения и его босса Соло, освещенного разума. Итак, поехали! Для последнего босса рейда игра рекомендует 940 с копейками лайта. Ну, как вы наверняка знаете, метчики пропадают уже после 10 лайта разницы, так что, чтобы чувствовать себя нормально, хотя бы против мобов, будет достаточно 931 с плюсом. Хотя при этом полного урона по боссу вы наносить, конечно же, не будете. Как и на всех ПВЕ-активностях, где нужно вносить урон группой людей, вам пригодится хотя бы один купол Титана, а для большего удобства и выживаемости еще варлок с кладезью и лунофракциями. Из оружия для урона по боссу берите бремя Идзанаги. Лучшее оружие еще не придумали. Во второй слот можно взять поднадоевшего паука-отшельника в последний Виндиго. А одного из стражей обязательно снарядите божественностью, чтобы увеличить урон по боссу. Конечно, сетапы классов и слоты экипировки можно менять под себя в зависимости от их наличия, желания использовать и так далее. Мы лишь предлагаем усредненный рабочий вариант. Никто не говорит, что взять Идзанаги и снайпус суда с линии огня будет плохой идеей. И не забывайте про модификатор артефакта Гнетущая Тьма, который накладывает на цель дебаф, схожий с шолдером Солнечного Титана, увеличивающий входящий урон. А еще модификаторы с рейда... Ух, ё. Сейчас продолжим, но сначала спонсорское сообщение. Некогда сидеть и тупо фармить? Очень хочешь сезонной пушки, но пугает количество требований квеста? Хочешь рейд закрыть, но не хватает нервов? Что ж, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TRIPLEWIPE ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Теперь непосредственно к тактике. Что нужно сделать? Правильно, сделать так, чтобы у босса стало 0 хп. Как начать дамажить босса? Заполнить левый электрический шпиль и правый солнечный. 30 частицами из соответствующих порталов и затем 2 раза построить цепь до босса. По одному разу от каждого шпиля в таком порядке, в котором сам босс и показывает. Протягивая в руке плюс определенного цвета, синий или оранжевый. Как это все нормально организовать? Вы делитесь на 2 группы, по 3 человека. В каждой группе будет 2 портальщика, те кто бегает в порталы, убивает там мобов и собирает с них частицы. И один строитель. Страж, который охраняет шпиль от идущих к нему мобов, помогает строить разрушенные платформы, когда на это есть время, помогает убивать циклопов и открывать порталы. Будет очень хорошо, если в своих тройках вы заранее определите порядок постройки цепи для платформ и перед дамаг фазой, чтобы не потеряться в гуще сражения. Бой начинается после того, как вы постреляете по боссу. Он соберется из запчастей воедино и приземлится в озеро Радиолярий. Практически сразу вместе с этим на стыке между передним и задними платформами активируются 2 шпиля. Электрический слева и салорный огненный справа. После этого начнут спауниться мобы, где-то около 8 гоблинов и гидроангел, которые блокируют коробки над шпилями. Как и на прошлых этапах, убиваете всех и начинается портальная фаза. На боссе появляются 2 уязвимые точки. На левой ноге и на правом плече. Да-да, для босса это правая нога и левое плечо, но какая разница? Отстрелив которые, вы открываете портал на соответствующие стороны. Скинулись парочкой пуль в один из них. Естественно, какой портал вы открываете первым, должно обговорено быть заранее. В них сразу бежит первая двойка портальщиков. У нас это была всегда левая пара, их переносит на небольшой островок с соответствующей стороны. Там 2 вида пачек, либо гарпии и 2 хоп-гоблина, либо гоблины и 1 минотавр. С них вы можете набрать 18-15 частиц соответственно. Поскольку максимум 1 человек может носить в себе 10 частиц, мы и советуем ходить по 2, так быстрее и безопаснее. Почему безопаснее? Потому что каждый раз, когда вы открываете портал на высоких платформах справа и слева от босса, появляется по циклопу. Который, вы и сами знаете, может делать очень больно даже при достаточном количестве уровня силы. К тому же босс вместе с этим ломает одну из платформ. Чтобы собрать 30 частиц в шпиле, двум двойкам нужно на один портал меньше, чем если чистить порталы соло. И соответственно на одного циклопа и разрушенную платформу меньше. После того, как первая двойка соберет все частицы, она просит их вывести. Для этого нужно снова открыть тот же портал, в который сразу же бежит вторая двойка. Сразу его открыть не получится. Новая уязвимость на теле босса вырастет примерно через 10 секунд после прошлой. Но будет хорошо, если пара игроков будет как раз успевать зачистить островок к тому моменту, когда портал снова можно будет открыть. Как вы помните, открывая портал вы спауните циклопа на соответствующей стороне. Поэтому также рекомендуем одному из стражей, только что вернувшемуся из портала, немного подождать и убить циклопа со снайперки. Что делать с частицами? Правильно, вносить в соответствующий шпиль. Как и на прошлых этапах, внесение частиц дает баф просветления на 45 секунд, с которым можно снимать щиты с гоблинов, которые все это время не прекращают спауниться и идут красть частицы. Если у вас проблемы со скоростью зачистки порталов, рекомендуем вносить частицы не одновременно, чтобы общее время просветления было больше. Но последние два стража вносят последние частицы в последний шпиль всегда как можно скорее. Как только вы внесли хоть одну частицу, все следующие волны гоблинов будут спауниться исключительно в щитах. Небольшой векс-хак. Как только вы вносите 30 частиц в один из шпилей, мобы, которые идут к нему, спаунятся уже без щитов. Поэтому последняя двойка должна вносить их как можно скорее. Так, с портальщиками ясно, что происходит в этот момент на платформах перед боссом. Строители с каждой из сторон убивают гоблинов, сообщают портальщику с бафом о приближающихся мобах в щите, помогают с отстрелом циклопов и восстанавливают платформы. Как построить платформу? Протянуть цепь от куба к плюсику, как и раньше, ничего нового. Строить нужно только передние платформы, между двумя шпилями, которые находятся от него на удалении не дальше одной платформы. И всегда на это хватает двух людей. Если вы явно вдвоем не дотягиваете, вам не нужно строить эту платформу. Крайне рекомендуем назначить конкретного человека из каждой двойки портальщиков, которые будут помогать восстанавливать платформы по первому калауту, чтобы избежать хаоса. К тому же строить как можно быстрее и сразу после того, как другая пара портальщиков ушла за частицами. Если вы вносите частицы не одновременно, то помогать строить человек должен без просветления, иначе некому будет снимать щиты. К тому же остальные игроки должны не мешаться и не цеплять на себя сеть. Будьте к этому внимательнее. Так что отходите подальше и занимайтесь более полезными делами. Гоблинов убивайте что ли. Если просветленный страж где-то потерялся и у вас не хватает частиц, а это можно заметить по отсутствию свечения над кубом шпиля, то не переживайте. Откройте соответствующий портал и пусть один человек наберет достаточное количество частиц. Ну если конечно у вас не высосали на весь шпиль, тогда есть вероятность, что босс начнет кастовать плюс раньше, чем вы успеете набрать 30 частиц заново. После того как вы внесли по 30 частиц в каждый из шпилей, выстроили нужной платформы или просто по таймеру где-то в 6 минут, босс прекратит все атаки, вытянет в руке плюс синего или оранжевого цвета и заспаунит гидру ангела. Что вы делаете? Вспоминаете в какой вы тройке, в синей или в оранжевой, то есть левой или правой, и в зависимости от цвета плюса, начинаете строить цепь от соответствующего шпиля. Как мы уже говорили раньше, будет не лишним, если вы заранее распределитесь, кто стоит в цепочке первому шпиля и активирует куб, обычно это тот страж, кто был строителем, кто строит вторым, а кто находится под боссом на полукруглой бетонной плите и замыкает цепь на него. Иногда бывает, что босс повернут в стороны или вообще слишком далеко от своего дефолтного расположения, поэтому будет не лишним, чтобы третий игрок от соседнего шпиля всегда был на готове помочь достроить цепь. Допустим, вы внесли последние частицы, босс прекращает атаку и показывает синий плюс. После этого синяя команда должна уже примерно выстроиться так, как они собираются ввести цепь и вместе с оранжевыми отстреливать мобов гидру. Как только вы убедились, что вам ничего не угрожает, стройте цепь. При этом вторая тройка отходит подальше, чтобы случайно не помешаться. Через несколько секунд после того, как вы подключите к босса к шпилю, его каст прервется и он снова начнет атаковать. В это время у него над животом откроется крит-спот, как у всех вексов, в который тем не менее не очень просто попасть. Поэтому мы рекомендуем использовать здесь виндиго или любой другой гранатомет с шипами, например. Синяя пара отходит ближе к своему шпилю и начинает наносить урон, в то время как оранжевые уже встают на позиции, потому что через несколько секунд босс взлетит и опять покажет плюс, который как раз очень важно подключить как можно скорее, чтобы начать нормальную дамаг-фазу. Стройте второй плюс, босс падает, вы сбегаетесь на центр, попутно нанося урон с виндиго, ставите купол, лужу, начинайте настакивать божественность. Как только он взлетает в очередной раз, достаете предварительно заряженную и дзанаги и лупите в живот. Затем босс снова падает и вы заново начинаете с первой фазы и собственно повторяете до того, пока босс не умрет. Небольшая подсказка, ничего страшного, если второй плюс вы построить не успеете или в нем будет недостаточно частиц, у вас просто не будет нормальной фазы урона. А вот если такая же ситуация произойдет с первым плюсом, то это вайп, так что цените свои частицы стражи. А на этом у нас все, спасибо что досмотрел страж, спасибо что дождался этого гайда на ласта, не забудь поставить лайк, подпишись на канал и счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!